На самом деле курдов сейчас сжимают как пружину, но эта пружина может не выстрелить, эта пружина может выскочить с того места, откуда они сжимают. И вот вопрос, почему началось с вулкана. На самом деле сейчас на Ближнем Востоке вот эта ситуация, вот эта тектоническая активность, когда нету, вроде бы почва твердая, но нету устойчивой, вот там поднимается, то опускается, там поднимается, опускается, а где-то и потряхивает, так это и о политической почве. Йемен, да, вот вспомните сентябрьские обстрелы с беспилотников объекта на территории Саудовской Аравии. Было, было. Вот сегодня в Красном море иранский танкер поврежден. Два взрыва вроде бы от двух ракет. Кто обстрелял? Вот интересный вопрос. Может быть Алькаида с Аравийского полуострова или откуда? То есть вопрос доступности вооружений, в том числе ракетных вооружений, как когда-то вот эти обрезы делали, да? Трубка там, что тут... Теперь то же самое происходит с беспилотниками, с ракетами. Это все стало технологически доступно. Их можно собирать как раз в простых сельских дворах мастерских. Вот что в сараях, можно сказать, в сельских собирать. Вот образно. Что еще? Вот ситуация в Ираке начали качать. Да, там в прошлый год были проблемы, в этот год, в позапрошлый. Из-за чего? Бедность, проблема с водой питьевой в южных частях, плюс курды недовольны центральной властью, плюс суниты недовольны шиитским преимуществом на правительство. А в этот раз их начало качать довольно сильно. Я допускаю, допускаю... Кстати, протесты в Египте были пару недель назад против власти. Несколько сот тысяч вроде бы вышло. Там около 200 человек или больше были в итоге арестованы, задержаны. То есть массовые протесты против власти. Кто против этой власти? Разные группы, но и братья-мусульмане в том числе. Кстати, Эрдоган упрекнул и президента Египта. Смотрите, вы меня осуждаете? Те, кто лидера братьев-мусульман предыдущего президента довели до смерти в суде? Или Саудовская Аравия меня осуждает, которая бомбит Йемен? Понимаешь? И вот что происходит в этих регионах? Я не исключаю, что это иранские спецслужбы раскачивают ситуацию. Потому что ситуация по Йемену, Саудовской Аравии и по Ираку очень похожа на то, что было в конце 2010-2011 году. Напоминаю, что в конце 2010 года были согласованы обложенные масштабные санкции против Ирана. Евросоюз в первую неделю 2011 года утвердил официально пакет санкций. И мы увидели арабскую весну, которая выбила все лояльные к западу режимы. Нафиг. Дружественные, нейтральные, позитивно-нейтральные. Все выбила, да? Сейчас ты качнула так. Ну, Ливию выбила. А? Ливию выбила. Ливию выбила. Египет выбила, потому что братья-мусульмане пришли к власти. Братья-мусульмане потом объявили, что они собираются восстановить дипломатические отношения с Иранами. Вообще пригласить президента Ирана к себе, обменяться визитами. Американцы, когда это увидели, все поняли, поэтому Мурси перестал быть президентом. Потому что очевидно, я еще раньше в монографиях некоторых читал аналитических, что стражи исламской революции, они еще в 90-е и в нулевые годы имели контакты с братьями-мусульманами, с их лагерями на территории Судана, в Эфиопии, там, в Эритрея, где там еще, а в Сомали. В Судане и Сомали. Поэтому я подозреваю, что снова была попытка качнуть. Для чего? Для того, чтобы фокус американского внимания отвлечь от Персидского залива, от Ирана. Мы же видим, как ситуация все больше и больше затягивается, напрягается из-за этой ядерной программы. Иран все от большего количества обязательств отказывается. Правда, я читал на Женмин-Жибау сегодня, что президент Ирана заявил, что Иран имеет возможность производить ядерное оружие, но не будет его производить. Но эта формула, как минимум, выглядит как ритуальная, она уже звучит продолжительное время. Посмотрим, что будет дальше. Но Йемен отвлекает от Персидского залива ситуация в Йемене. Волнение в Египте отвлекают, массовое. И волнение в Ираке. А волнение в Ираке вообще выглядит интересно. Вот то правительство, которое в Ираке, оно пытается балансировать. С одной стороны, у них уже очень тесные отношения с Тегераном. С другой стороны, давление со стороны США. Кстати, вот иранцы заявили, что, не помню, кто-то из военных чинов, пару недель назад, что если американцы... То есть Иран не исключает военного удара по территории Ирака по американским объектам. Иракское правительство выразило протест, но те пояснили. Ну а что вы хотите? То есть я так понимаю, что правительство в Багдаде, оно пытается балансировать, лавировать. И по большому счету, если американцы сильно надавят, то, скорее всего, баланс в Багдаде склонится в пользу США и Запада больше, чем вероятность, что в сторону Тегерана. Поэтому я не исключаю, что шиитские вот эти регионы, с которых началось восстание. Плюс тут, кстати, может поменяться позиция Ирана по курдам. Но если курды будут шатать правительство в Багдаде, то на самом деле это тоже американцев будет сдерживать от более жестких действий по отношению к Ирану. Еще, что важно вот в этом регионе, кроме вот этого Курдистана, да. И вот может сложиться так, что на самом деле вот во всех точках этих, которые я перечислил, Сирия, Курды, Ирак, Йемен и политическая нестабильность еще в ряде арабских государств, ну в Афганистане война уже все эти, признал, признал Трамп провал переговоров с талибами, накрылась еще одна большая сделка. Кругом одни большие сделки, не состоявшие, лопнувшие, не состоявшиеся, даже не надутые. Их раздували, но они полопались. Так вот, Ближний Восток может двигаться сейчас в полосу очень масштабной нестабильности. То есть это вот, если сравнивать с арабской весной, это вот арабская весна, это были скорее восстания, да, а вот сплошная дуга войны, сплошная дуга войны, вот она может вполне сложиться и отчасти складывается. Спасибо. Спасибо.